Форекс на пальцах. Так, наверное, можно было бы назвать новую книгу Форекс для скептиков. Она адресована начинающим трейдерам рынка Форекс. О ловушках, которые подстерегают трейдера, о том, какими качествами он должен обладать и какие навыки тренировать, мы сегодня беседуем с автором книги председателем наблюдательного совета компании Макси Маркетс Яном Артом. Ян, мы прекрасно понимаем, что рынок Форекс изобилует на самом деле различными финансовыми инструментами и почти каждый год появляется что-нибудь эдакое новое. Компании-брокеры действительно стараются предоставить своим клиентам различные типы торговли и спрашивается, что же делать начинающему трейдеру вот в таком вот океане финансовых инструментов, с чего начинать и с чего начинать не следует, конечно же. Ну, для меня главный принцип это то, что хороший трейдер должен избрать 5-6, может быть 7-8, если у него хватает времени на то, чтобы следить за статистикой и новостями, связанными с этими инструментами. Но не более того, крайности, когда трейдер играет на всем диапазоне инструментов, которые предоставляет МФорекс компания или играет только на одном. Скажем, есть трейдеры, которые вот упорно работают либо с золотом, либо с парой евро-доллар. Мне как-то кажется, это ограничивает возможности. 5-6 самое то, по 5-6 я могу отслеживать статистику, примерно наблюдать новости, просто ощущать какой-то фон жизни вокруг вот той или иной пары или инструмента. И очень часто ты становишься настолько не то, что суперквалифицированным, но вот настолько держащим руку на пульсе этого инструмента, что тебе просто проще принимать решение и вернее. Я вот знаю по себе, что у меня очень успешная торговля идет прежде всего на золоте, на паре доллар-евро, классическом таком, скажем, варианте, и на индексе Доу Джонса. Но мне безумно всегда влекла норвежская крона своей вот волатильностью и повышенными возможностями. И я постоянно старался сделать там сделки, ну раз в полгода я туда прихожу, обожгусь и убегаю. И потом я посмотрел, что подумал для себя, что если бы вот в 1815 году датский король не потерял Норвегию, она бы не стала независимой стороной своей валюты, я бы был богаче где-то так на 12-15 тысяч долларов за последние годы. На этой кроне я постоянно, при всей ее кажущейся мне вкусности, я постоянно в конечном счете что-то теряю. Я беру себе в руки и говорю, окей, ты знаешь вот эту лошадь, вот этого осла, давай дальше так же путешествовать именно на этом виде транспорта. Валютная пара это транспорт, который нас везет по Форкс-дороге, да, и коней на переправе не меняют. Это с одной стороны. С другой стороны я разговариваю о трейдинге, вот в том числе знакомыми, многие из которых считают, что я гуру трейдинга, даю советы и однажды получил очень интересный такой обратный как-то, можно сказать, фидбэк, когда человек из уважения ко мне задал мне гениальный вопрос, он только месяц назад зашел на Форекс, он говорит, я сейчас вот торгую, что ты думаешь о паре канадский доллар, японская иена. У меня, что называется, челюсть на стол, я говорю, слушай, я польщен твоим уважением, но это настолько специфичное сопоставление, то есть экономических данных, информации именно по Японии и по Канаде, что ответить на твой вопрос может только действительно супер узкий профессионал, а мой ответ простой, я вообще никогда не задумывался о жизни валютной пары канадский доллар, японская иена. Я бы все-таки трейдерам, ну если получается окей, но я бы все-таки трейдерам посоветовал не использовать вот такие вот эдакие закорюки, не играть на условно говоря мексиканским песо против швейцарского франка, а использовать все-таки инструменты более всеобъемлющими, по которым просто в нашей жизни, в реальной жизни поток информации больше. Мы живем в мире, где гораздо больше новостей влияют на доллар, на евро, на фунт, на франк, на золото и на нефть, чем на соотношение канадского доллара к японской еде. Если можно, дополните ваш ответ. Дело в том, что вы сказали, что работать нужно на 5-6 инструментах, так в принципе делаете вы, но работать и отслеживать это все-таки разные вещи. На 5-6 инструментах работать и отслеживать эти же пары или все-таки есть дополнительное, вы можете посоветовать какое-то количество? Я думаю, что и отслеживать, но это не значит, что 5-6 инструментов подразумевают 5-6 тем, которые ты отслеживаешь. Инструменты часто совпадают. Если упрощать ситуацию, я понимаю, что аналитик сейчас может возмутиться и сказать, что вы слишком упрощаете, но тем не менее. Если вы торгуете по золоту и вы торгуете франк, в 90% случаев вы торгуете одни и те же новости, вы торгуете одну и ту же тенденцию, потому что франк это спутник золота, такой джентльмен при даме под названием золото. Мы совсем недавно видели жутчайшее отклонение с франком, которое взорвало рынок, но это происходит реже. В 90% эта парочка ходит вместе. Соответственно, вы используете два инструмента, а по сути отслеживаете одни новости, то есть ситуацию с золотом и соотношение золота и основных мировых валют к друг другу. Вы подспудно цепляете, как правило, соотношение франка к этим же валютам. Поэтому, отслеживая 2-3 основные темы, вы можете играть на 5-6-7 основных инструментах. Субтитры создавал DimaTorzok